Да, я смотрел, так переживал, прям просто. Но, видимо, духа у них хватило. Как-то команда еще молодая, мало профессионалов. А если есть профессионалы, то они какие-то старые. Ну, вот Овечкин катался, катался, пытался что-то сделать, но мало что получалось. У нас команда была очень сильной. С первых минут было понятно, что противостоять им нам будет очень тяжело, поэтому я думаю, что мы сильными боролись, но у нас не было шансов выиграть. Наши недооценивали канадцев просто-напросто. И у них был новый состав, много молодых ребят было. И они играли намного слаженнее, и они давили наших. А наши поначалу, я не знаю, боялись что ли их, вообще не прикасались к ним. По-моему, Бобровского перехвалили. Конечно, в моем мнении. Канадская команда лучше была, класс выше как таковой. Это было видно по всему ходу чемпионата, как они играли. Как они уверенно всех обыгрывали, а наши... Но, объективно говоря, они и у США выиграли. Ну, не то чтобы случайно, была равная игра, им просто повезло забить первыми. Если бы американцы забили первыми, счет был бы 4-0, только как бы их пользу. Ну, канадцы были выше классом. Плюс травмы, которые были там, соответственно, да, как бы в течение чемпионата, то, что Медведев получил травмы защитниками другие. Плюс усталость, плюс канадцы отдыхали на день больше. Ну, как-то вот в совокупности все это, наверное. Устали после американцев. Я думаю, что не хватило им боевого духа. Но я думаю, в следующем чемпионате у них все получится. С американцами просто не устали играть. 4-0 выиграли, а тут расслабились. Поэтому и проиграли. Но все равно второе место, и то хорошо. Не знаю, у нас постоянно причины какие-то ищем, с чем связано. Играть нужно. Я думаю, что менять составы нужно. Все начинать с возраста, когда маленькие еще, нужно их тренировать, как положено. А сейчас чего там? Что взять? Они лучше уже не могут играть. А у нас хорошая хоккейная школа, как вы думаете? Ну, какой хоккей, такая и школа, наверное. Что здесь все налим? Хорошо. -